Добрый день! Добрый день! Знакомитые люди Жигуношного района, герои Советского Союза, герои социалистичной працы, передовики в творчестве, спортсмены. Тыраж юбилейного выдания «Крыху Больш» за 600 экземпляров. Это и по оформлению золотая книга истории Железнодорожного района. Но золото этой книги не только в оформлении. Золото и интерес ее, и ценность ее в том, что с каждой страницы на нас смотрят люди. Это знакомые люди, это люди родные, близкие, которые представляют предприятия и организации Железнодорожного района нашего города. Сегодня свое 70-е годы означает Гомельский областный клинический онкологичный диспансер. История установок ведется с 1945 года. Начиналось все с онкологичного кабинета, девелся только амбулаторный прием. Зараз же это одно из ведущих установок ОВЭ «Здоровье Гомельшины». Еще в 90-е годы весь Гомельский областный клинический онкологичный диспансер размещался тут, на Циолковского 119. Тогда было усягу некольких отделений. В простых годах был открытый стационар на 45 ложков. Именно с того часа диспансер начал оказывать специализованную онкологичную допомогу. Сегодня он является одной из ведущих клинических установ Гомельской области. У масштабах же республики Йон-Други после нового доследчика института онкологии и медицинской радиологии имя Александрова. Работа достаточно напряженная у нас. К сожалению, заболеваемость растет. В данном отделении отделения химиотерапии в среднем около 5000 курсов химиотерапии проводится, как в лечебном, так и в профилактическом режиме. В хирургических отделениях на этом корпусе выполняется в среднем около 3000 операций различных сложностей, в том числе высокотехнологичных операций с применением микрохирургических методик. Отделение химиотерапии займается лечением онкологии практически у всех локализаций. Сюда пребывают пациенты из всей области и не только. Выбор на корысть Гомельской установы робят и замежники. Кроме этого, у диспансера есть еще 12 отделений. Так, про 70-летний из маленького кабинета он вырос в буйную установу. Сейчас тут применяются самые современные методы для очевидения. Все относительно. Если взять нашу диспансеру 70 лет, это много или мало. Для цивилизации это мало, для человека это много. Для самой медицины, в области медицины тоже довольно неплохой срок. 70 лет. Я когда родился, я даже подумал, 70 лет диспансеру. И когда я родился, диспансер праздновал 20-летие со дня открытия. Сегодня уже, говорите, 70 лет. В Гомельской области у нас полтора миллиона почти населения. И фактически всех пациентов онкологической патологии мы лечим и мы наблюдаем. Сегодня Гомельский клинический онкологический диспансер – это около 900 работников. Больше за 8 тысяч операций в год. С их прикладно 300 высокотехнологичных. Самые сучасные обсталявания. И при этом один из минимальных в свете показчиков послеоперационных ускладнений. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадио компании Гомель. В Гомеле отбылася премьера одного из самых шаканных фильмов о последних годах – «Зорные войны. Обучение силы». Первая стужка культовой саги вышла на экран в 1977 году. И она отримала великий успех. К тому худким часом за ее заявились два протяги. Про 20 годов эта трилогия была перепрацована с использованием компьютерных спецэффектов и выпущена в полторный прокат. В 1999 году на экраны был выпущен фильм «Зорные войны. Эпизод первый. Схованная погроза». Який поклав початок новой трилогии перед историей оригинальной. Про то, как у Гомелесустрали сёму фильм сусветно-вядомой киноэпопеи, расскажет Вероника Ворошилина. На этом титни киноматры во всем свете смогли убачить долгочеканный протяг культовой фантастичной саги «Зорные войны». Такого ажиотажу на контбилетов не было давно. Их пошли бронировать за несколько месяцев до выхода фильма. Такую знаковую премьеру у Гомелесустрали неординарно и с масштабом. У кинотеатра имя Калинина перед пошатком фильма разгорнулось феерычное космичное шоу. Гостей вечера забавляли головные персонажи «Зорных войнов» – джедаи и ситхи, представники светлой и темных сил. Разом с ними присутные удельничали у цикавых викторынах и конкурсах на ведание сюжету и героев этой суцветно-вядомой киноэпопеи. Отказы на пытанье поступали и мгненно, что совсем не дивно тут собрались и соправданные фанаты «Зорных войнов». Больше из них ведут фантастичную сагу детальово и все душой хвореют за поспехи ее новой «Семой стушки». Неизвестно, что фильм уже хороший. Чуть-чуть удалось прочитать рецензию от людей, которые успели оценить раньше нас. Чуть-чуть совсем дальше не читал, потому что не хочу портить ощущение вот этого всего нового. Будет круто просто, я это чувствую. Меж тым для створения еще большей атмосферы фантастики и экшена тут так сам разместили амаль трехметровых трансформеров. Яны хоть не мают промого дочинения до фильма «Зорные войны», однако этот аттракцион крыста все угостей не меньшим попытам. За некольки хвилін до демонстрации кіностушки у зале кінотеатра разгорнулося светловое шоу «Битва джедаю» и «Ситха», у колер мячу яких характеризует их становче або дмовное призначение. После этого отбухся показ долгочаканной премьеры. Многие кіноэксперты сыходятся у меркавань, «Стушка», «Зорные войны» мают все шансы, как стать одним из самых кассовых фильмов за всю историю сосветного кинематографа. С этими прогнозами згодны и супрацовники кіноиндустрии Гомельщины. «В 2015 году наиболее кассовым фильмом у нас числится в настоящий момент фильм «Форсаж 7», где мы собрали около 1 млрд рублей. Но судя по количеству проданных предварительственных билетов, и их продано более 4 тысяч билетов на «Звездные войны. Пробуждение силы. Седьмая часть». У нас есть все основания полагать, что этот фильм побьет все рекорды проката фильмов, которые были осуществлены в кинотеатрах города в 2015 году. Фильм «Зорные войны. Обучение силы» объединял как добрознаемых всем персонажам, так и новых героев. Видовичный и захопляльный он рассказывает об их фантастичных пригодах и экшн-битвах. Новый эпизод легендарной саги, которая покорила миллионы людей во всем свете, гомельчане смогут увидеть на экранах кинотеатров до 8-го студента «Жихары в области» до конца наступного месяца. Вероника Ворошилина, Валерий Хбанько, телерадуя компания «Гомель». У гомельским театра «Лялек» начались новогодние ранешники. У программе представления «Ля елки», «Гульник», «Рагоды», с устреша с Дедом Морозом и Снягуркой, так само дискотека с самыми великими лялками Беларуси. Але кульминация свята – премьерный спектакль по мотивах каски «Снежная королева». Инсценировку зарабил гомельский драматург Василь Ткашоу. Больше за месяц трупа репетировала постановку, кап напереды дни Нового года порадовать як самых маленьких глядашоу, так и их батькоу. На сцене з'являются 7 галунных героев, які пасля таго як трапляюць у палон «Снежной королевы» ператвараюцца у «Лялек». Але вядома у рэште рэшт, магия дружбы и любови, вернее, усе на свои месцы. Добрую каску у святошношоу можно наведать ў гэтым годзе до 30-го «Снежня» у Клюшна и в наступном – с другого по 10-го студеня. Пасля новогоднего марафону спектакль станет шасткой основного репертуару Театра «Лялек». Смысл сказки о том, что никогда не наступит время тьмы и холода, пока в мире есть два любящих сердца, которые своей теплотой согреют весь мир. Вот об этом наша новогодняя сказка. И на гэтом «Поколюсёз» разведём падзей сашыти по наших выпусках. А я с вами развитвуюся. До повышения. Субтитры создавал DimaTorzok